Здравствуйте, глубоко уважаемые любители химтрейлов. Мне кажется, сейчас для этого максимально возможна реализация. Вы наблюдаете место, это юг Франции, Прованс. Время наше текущее 16 часов 15 минут, вечер. И над нами пролежает Тараса, который ведет условно от Гренобля в Ниццу. И по этой трассе летит сейчас вот этот самолетик один. Рядышком едет второй, который пролетел уже, но сейчас его за деревом не видно. Понятно, что там справа ничего не летело, там просто облака. И давайте поговорим о том, что откуда вообще берется вот это вот все, что мы видим над собой. Товарищи, которые любят говорить о теории заговоров и всяких химтрейлах, говорят о том, что вот самолет летит, да, за ним развивается какой-то след. И этот след от того, что сидят какие-то чуваки там у выхода, у иллюминатора, выкидывает вилами, выкидывает там какую-то химию, которая разлетается. Вот, соответственно, вот у вас след на старейший, наверное, вот смотрите, старейший след, наверное, вот этот, вот этот, потом вот этот, потом чуть моложе след вот этот, потом чуть моложе след этот, и этот тоже, и этот, и этот, и этот. И вот есть след совсем старый, и выше него летит новый. То есть прям вообще тут чувак летит выше этого химтрейла. Ну и скажите вам, глубоко уважаемые любители химтрейлов, вы реально верите в то, что вот эта штука рождается от того, что какие-то чуваки с вилами скидывают какой-то там мусор наружу и пытаются заразить вам каким-нибудь коронавирусом, еще чем-то. Ну, я не верю в это искренне, но я встречаю людей, которые в это искренне верят, и я удивляюсь тому, куда катится планета, потому что планета это сложная экосистема, в которой есть такое понятие, как естественный отбор, и мне кажется, люди, которые верят вот в это, они должны как-то искусственно отобраться. Вот, например, искусственное сооружение с рыбками, да, вы видите дерево сверху, сквозь этого дерева видите рыбки, есть водопадик, все это существует за счет того, что есть электроэнергия, которая добывается вот этими панелями электрическими, и мы берем, вырубаем один из компонентов, в данном случае панели, ну, понятно, что они работают с энергосистемой французской республики, и организуют всю эту перекачку, вот мы решаем, что больше панели не будет, и электроэнергии больше не будет, рыбки сколько проживут? Собственно, недолго, то есть достаточно хрупкая цивилизация рыбок, они там, может быть, из них, из десяти выживет одна. И теперь берем и отвечаем на вопрос, если вдруг вот из этих вот самолетов перестанут разбрашивать ядовитые вещества, что-то поменяется, за ровным учетом ничего, потому что если вы на калькуляторе почитаете, если вы в школе хоть когда-нибудь учили физику, и почитайте сколько можно сбросить с этого самолета вот это вот чего-то там, но это исчезающее пространство в нашей атмосфере, на самом деле это когда летит самолет, у него горит топливо, это керосин, когда сгорает керосин, получается углекислый газ и водяной пар, водяной пар благополучно, если атмосфера перенасыщенная, такая она есть наверху, она благополучно оставляет у себя вот это все, жить, долго растворяться, то есть это все испарится, то есть если нормальная погода, то это мгновенно испаряется, то есть если есть дефицит влаги на высоте, все это испарится пуглей, если дефицита влаги нет, то получается вот такая схема, да, вот он след, сейчас самолеты видимо повыше пошли, да, вот новые, да, мы видим, а вот это то, что пониже, видимо предыдущие самолеты, или там допустим есть плавный нисходящий поток, кстати совершенно возможно есть западный перенос, ветер западный, да, и вот самолеты летят по этой линии, дальше все эти инверсионные следы относят в сторону, и это вы видите минус полчаса, минус 45 минут, минус час, минус час 15, минус час 25 и так далее и тому подобное, и вот это вот уже там минус там полтора часа в горизонте событий, все, то есть это все обычная физика, ну где здесь, извините, Финбраил. Это был ролик с Кана мечтой летать, безмонтажный, веселый, потому что я наблюдаю ржу, у меня есть друг, который верит, что это прям правда все, мало того, что он верит, что еще есть полская земля, где в Антарктиде есть край, за который никто не может заглянуть, потому что там, ну я правда знаю людей, которые знают о том, что есть, оказывается, на Фобосе и Деймосе, это, если кто не знает, на орбите Марса, там спутники, ловушки сознания, которые ловят души, вот если вы там кони двинули, да, полетела душа, и если вы умеете, вы ее остановите и вернете ее куда надо, а если нет, вы попадете на Фобос Деймос, вас перепрошьют, отправят на планеты поселения, земля это так, планеты поселения, мать ее, и еще по новому кругу здесь поржете, пока вам будет нравиться, я мудакам всем этим не верю, я считаю, что планета земля прекрасная, что нужно делать, строить самолеты, что нужно строить планера, что нужно летать, радоваться, учить друг друга, не значит, получать красивый от этого мира и улучшать планету, на которой пока еще есть жизнь, и не впадать в маразм. До новых встреч, уважаемые любители настоящей жизни, до новых позитивных роликов.